По этой лестнице в Тверском спорткомплексе «Планета» Роман Тучкин поднимался тысячи раз. Сначала как один из лучших спортсменов Федерации карате и рукопашного боя, затем как тренер. 10 лет назад по различным причинам получилось так, что Тучкин остался единственным наставником в регионе, который культивировал самый сложный и самый массовый в стране и мире стиль карате под эгидой World Karate Federation. Кто знает, если бы в декабре 2009 года Тучкин, Максим Хабанов, Андрей Хабанов и Станислав Андреев не решили создать Федерацию карате Тверской области, наверное и не было бы в регионе такого вида единоборства, получившего теперь статус олимпийского. 9 декабря собрались и приняли это решение о том, что мы создаем общественную организацию, назвали ее Федерацией карате Тверской области. Очень вулканично, на мой взгляд, актуальность именно это словосочетание не потеряет никогда. Начинать всегда сложно. В единоборствах сложнее вдвойне. Из самых первых воспитанников Федерации, которые занимались в планете под руководством Тучкина 10 лет назад, не выросло больших чемпионов. Но они все стали достойными гражданами родной страны. Андрей Нагайцев поднимает самолеты в небо, Дмитрий Игнатьев охраняет безопасность земляков, Арсен Малахов воспитывает новые поколения тверских спортсменов. Он, как и его учитель, стал тренером по карате. Верность – один из принципов карате. Прежде всего, это верность своему делу. Усердие, прилежание и чувство ответственности. Именно из таких верных и преданных карате людей сформировалась тренерская команда Федерации. Самыми первыми помощниками Романа Тучкина на этом нелегком поприще стали Станислав Андреев и Константин Мечетный. Успешные титулованные каратисты, мастера спорта России превратились в талантливых наставников. С первых шагов своей деятельности они ставили перед собой самые амбициозные цели и задачи. У нас действительно одна цель. Мы хотим добиться самых серьезнейших результатов в нашем виде спорта. У нас великолепная команда спортсменов. У нас великолепные, замечательные родители, которые помогают. У нас действительно одна большая семья. Он и есть тренер, чтобы выращивать чемпионов. Ну, как учил мой тренер, вырастить не только спортсмена, а хорошего человека. Чтобы он не только в спорте был отличным, а еще и в жизни. Сегодня Роман Юрьевич, Константин Алексеевич и Станислав Анатольевич одни из лучших тренеров Тверской области. Да что там области? России. Обладатели ряда муниципальных, региональных и национальных наград. Вдохновленные наставниками, теперь их ученики передают свой опыт юным каратистам. Доблесть – это сила духа, перед которой отступают опасности боль. Храбрость, мужество и воля к победе – это составляющие данного принципа каратэ. Юные спортсмены росли и набирались мастерства и опыта вместе с федерацией и своими наставниками. Совсем юной девочкой пришла в каратэ Лилия Корешкова. В 2013 году она одержала свою первую серьезную победу на турнире «Тверской вызов» среди спортсменок 8-9 лет. Почему стали каратэ заниматься? Чтобы мальчиков, если они меня бьют, тогда я им должна сделать какой-нибудь тоже удар, чтобы они знали об этом. Неужели вас мальчики обижали? Конечно. Они всегда, если в школе, они тоже обижают. Ну, я не знаю, почему. Потому что девочки тоже за ними бегают, а я нет. Я хорошо учусь. Сегодня Лилия Корешкова не только примерная ученица, а лидер сборной команды Тверской области. В 2019 году воспитанница тренера Константина Мечетного стала призером первенства России среди девушек 16-17 лет в командном индивидуальном ката. В декабре, в день 10-го рождения Тверской Федерации, на всероссийских соревнованиях в Тюмени завоевала серебро и бронзу и вошла в состав сборной России для выступления на первенстве Европы. Она просто влюблена в каратэ и не может представить своей жизни без спорта. Его движение, пластика, техника. Мне очень это нравится. Я вообще уже привыкла за 8 лет, как я тренируюсь, мне прям по душе. Дважды на пьедестал почета первенства России по Кумите поднимался Денис Токин. Как капитан сборной Тверской области он стремится быть примером для юных спортсменов, в том числе в силе духа, который помогает превозмогать все опасности и трудности. К сожалению, золотую награду у меня не получилось завоевать. Но стремимся к этому, не сдаемся. Спорт и есть для того, чтобы стремиться идти вперед. Поэтому только вперед развиваемся. В прошлом году на вершину национального пьедестала почета поднялся Иван Патренков. Минувшим летом Иван вписал свое имя в новую победную страницу в истории тверского каратэ и спорта. В Череповце он завоевал золотую медаль финала спартакиады учащихся России, опередив сильнейших конкурентов из других регионов. Я испытываю, во-первых, радость, удовольствие, удовлетворенность. Ну и, как же, что всегда бывает при победах, это, ну, я даже не знаю, как их назвать. И поверим? Да, можно так бы. А как думаешь, что помогло сегодня выиграть золотую медаль в золотой спартакиады? Ну, во-первых, это упорные тренировки. Во-вторых, это небольшая доля везения. И, ну, просто верю в себя. Уважительное отношение к людям и вещам – одна из первых обязанностей каратиста. Неудивительно, что за эти годы федерация обросла не только результатами, но и партнерами. Общественная организация не смогла бы существовать и развиваться, если бы не поддержка государственных и муниципальных структур, а также представителей частного бизнеса. Назовем лишь два имени из большого ряда добровольных помощников. В пору становления федерации сильно помог бывший заместитель губернатора Иван Петрович Райдур. Верным другом федерации за семь лет сотрудничества стал известный бизнесмен и общественный деятель Павел Парамонов. Весной 2018 года он возглавил федерацию в качестве президента. Мы планомерно и поступательно хорошо развивались. И возможно, что мои какие-то плюсы, как человека известного в регионе, с моей точки зрения, могли бы добавить ускорение какого-то для развития федерации. Иван Петрович Райдур В 2009 году федерация объединяла двух тренеров и 40 спортсменов. Проводила два областных турнира и занимала 70-е место в региональном рейтинге. В 2019 году федерация каратэ Тверской области – это 16 тренеров и почти полторы тысячи спортсменов. 16 клубов и три отделения в спортивных школах. Четыре региональных и всероссийских турнира. Одиннадцатое место в региональном рейтинге среди олимпийских видов спорта. С 2018 года олимпийское каратэ WKF признано базовым видом спорта в Тверской области. Что касается результатов, то только за два последних года воспитанниками федерации на первенствах России и рейтинговых международных соревнованиях завоевано 6 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей. Прорывом десятилетия с полным правом можно назвать победу юного Варишана Бакирова на этапе молодежной лиги каратэ-1 в кипрском Лимассоле. Были одни из самых крутых соревнований, то есть самые лучшие, лучше не было этих соревнований. Ну вот, впечатление, конечно же, я был очень рад, счастлив в том, что выиграл. Спасибо моему тренеру, спасибо родителям. Еще один из принципов каратэ, который Тверской Федерации реализован на практике. Следует быть мужественным в исполнении долга и смелым в опасности, уметь действовать в трудной обстановке. Роман Тучкин не скрывает, что при построении федерации использовал модель воспитания юных офицеров. Это, прежде всего, постоянное развитие, совершенствование и движение вперед. За основу, то есть вот этого методического совершенствования, как бы мы взяли ту систему, которая была сформирована в Тверском Калининском Суворовском училище. Ну, модель, она вот и сейчас лежит в основе той общественной организации, которую мы создали уже. В первую очередь, это, конечно, методическое совершенствование тренерского состава. Наставники федерации не боятся экспериментировать и в подготовке юных спортсменов используют самые инновационные методики проведения тренировок. На занятиях здесь не бывает скучно. Тверские каратисты растут разносторонне развитыми личностями, которые добиваются успеха не только в спорте, но и в других сферах жизни. Они растут прежде всего лидерами. А юбилей – это не только повод подвести итоги, это новая точка отсчета для новых задач и побед. Это спорт, это конкурентная среда. Мы хотим быть номером один среди единоборств в Тверском регионе. Мы уже являемся базовым видом спорта, но нам этого недостаточно. Да, мы хотим быть самым массовым, самым успешным, самым престижным. И так, чтобы эти все ребята, выпускники, те, кто этим занимался, это определенное некое сообщество хороших, правильных людей, которые могут работать на благо региона. Сила и мужество, уходство и декорация Только вперед, Тверская федерация Только вперед, без лишних слов Тверское городе готовит лучших бойцов Верность традиции, уходство и декорация Только вперед, Тверская федерация Только вперед, без лишних слов Тверское городе готовит лучших бойцов Попадаем, друзья! Кто знает слова вместе с нами!